Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и сегодня появился предзаказ Humankind. Кроме того, разработчики объявили, что релиз игры произойдет в апреле 2021 года. Прямо сейчас игра стоит что-то 2300 рублей, вроде как это на 15% меньше, чем она будет стоить официально. И там еще всякие бонусы обещают тем, кто предзакажет. Но самое прикольное, что в игру сейчас можно поиграть абсолютно бесплатно, даже не покупая ее, не предзаказывая в Google Стадии. И я вот решил записать, собственно, это видео, потому что стрим я побоялся делать. Google Стадия, вот название Стадия, видите? Google Стадия это такой сервис игрового стриминга. Кто не очень понимает, игра как бы запускается не у вас на компьютере, это, грубо говоря, вообще браузер. Это я в Хроме запустил, зашел на Google Стадию, запустил. Игра запускается где-то на серверах Google, и вы в нее, в общем-то, играете. Я вот сейчас хочу, то есть... Я, правда, не знаю, я-то нахожусь в США, поэтому для меня Стадия доступна. Я не уверен, будет ли она доступна в тех странах, где вы находитесь. Пожалуйста, в комментариях, вот те, кто смотрит и сможет попробовать, отпишитесь, в каких странах это доступно. Я сейчас играю, вот, как я понял, две эры в игре доступны. Только одна нация, начальная Нубия, судя по всему. Ну, в общем, давайте, давайте, может, я тише сделаю. Видите, тут небольшие гличи, это не у меня. Это в стадии, может быть, из-за моего соединения, фиг знает. В любом случае, Humankind уже можно предзаказать, и давайте посмотрим, как сейчас игра в Google Стадии выглядит. Я думаю, что для пошаговой стратегии тут не особо важно качество соединения, то есть тут какие-то лаги будут эффективны. Ну, вот видите, видно, что, ну, как бы, картинка лично у меня не очень, хотя я сейчас проверил соединение. Вот перед началом у меня было входящий интернет 100 мегабит. Так что, по идее, тем более, что я в США нахожусь, то есть тут до серверов Google недалеко совершенно. Посмотрим. То есть вот это грузится не с моего компьютера. Это у меня идёт трансляция откуда-то с серверов Google. В любом случае, очередной первый взгляд на Humankind. Первые двери. Не знаю, сколько тут сейчас будет продолжаться партия, конечно. Нубия. Так. Ну, картинка. Кстати, а тут можно как-то изменять графически? Нет, ничего. Ну, язык пока не меняется. Графику тоже никак не поменять не могу. Но это не в игре, это именно на Google стадии никак. И так, у нас способность торговцы. В два раза больше денег, когда продаёшь ресурс. В два раза меньше денег, когда покупаешь. Требуется денег, когда покупаешь ресурсы. И все ресурсы можно... Все ресурсы, которые ты покупаешь через торговлю, могут быть... Как-то... Перекуплены другими империями? Ладно. Так, что-то у меня тут уже город сразу стоит. Ну, это, видимо, в начале... То есть, это опять сделанная карта специально для того, чтобы поиграть. К сожалению, не рандомная будет явно. Блин, картинка, конечно, всё-таки конкретно блурится, да? В общем, не знаю. Сходил в настройки Google стадии, как бы стоит 1080. Вот это очень странное, вот это мерцание. То есть, в моём представлении, да как бы... Должно как видео просто идти тоже с разрешением 1080. И у них стоит, что, типа, вам требуется 12,6 мегабит для нормального стриминга. Я ещё раз прям сейчас проверил скорость. Не знаю. Что-то не очень. Может, так много народу ломануло в Humankind играть, и у них не хватает мощности. Но это... Как бы немножко странновато такое. То есть, у меня вот ощущение, как будто не 1080, а 720, честно говоря. Во-первых. И даже несмотря на 720, всё равно подлагивает постоянно. Ну ладно, давайте смотреть, что мы тут можем сделать. О, сейчас немножко... О, получше стало, да? Я немножко поругался, поругался, стало получше. Давайте думать, что нам строить. Это районы. Плюс 5 еды. Может, со скаутов начать? Ну, как бы у нас скауты уже есть. Причём две штуки. Может, сразу разделим. Это в чём дело? Специально проверил ещё у самого Google скорость. Видите, пишут. У вас 32 мегабита в секунду прямо сейчас. Ну, у меня просто ещё и запущено Humankind. И мы ожидаем, что вы сможете спокойно играть на высоком разрешении. Но не 4К. Да, но мне как бы и недоступен 4К, потому что это для про-пользователей. То есть, 1080p должно работать без проблем. Однако, сами видите. Ну, в общем, выбора нет. Сейчас только так можно поиграть. Я продолжу показывать. Но, честно говоря, так себе. Так, что у нас тут есть? Дайте первые приказания. Это... Очевидно. Я не могу разделить почему-то юниты. Ну, что, будем двумя юнитами бегать. Ладно, давайте вот эти руинки обсмотрим. Пять науки. Плохо видно. Плохо. К сожалению, по-другому никак пока нельзя. Так. Давайте посмотрим дерево технологии. Ну, они тут даже до третьей эпохи. Ну, нам, по-моему, дадут только две эпохи сыграть. Так. У нас тут есть какие-то ресурсы. А именно, фарфор. В каждом городе будет два... Две деньги и плюс пять стабильность. А мы можем уже обрабатывать его? Походу, нет. Походу, нет. Нам надо что-то открыть, чтобы его обрабатывать. Наверное, календарь. Да. Давайте с календаря начнем. Так. У нас вроде как уже сразу хорошо поставлен город, я так понимаю. Выхлоп неплохой. Ну, клетки, наверное, уберу. Тем больше их и так не видно. Интересно, что за мэп-фокус у нас тут. Опять, какие-то две цивилизации, судя по всему, будут в игре. Так. У нас вот тут еще были руинки. Ну, они даже не руинки называются, а... Открытие, discoveries, интересности. Не знаю. Может, кстати, качество ухудшается, когда ты меньше играешь? То есть, я смотрю, сейчас как-то немножко перестал уже. Половно разрешение, словно, не 1080. Это явно 720. Так, 10 денег. Далее. Какие-то каменистые почвы. Ну, пошли вниз сходим. Не знаю, пока так. Там оленей бегают. О, это что? Какие-то травы, я так понимаю. Так, а я в городе вообще что-нибудь строю. Так, еще один скаут появился. Кстати, скаут уменьшает население, между прочим. Кстати, я, наверное, на... На рост поставлю. Где он успока... В три хода растет. А если так... Все равно три хода. Боже, как оно... Все, а так вообще не растет. Все, все, знаете, что... Что происходит? Да, в Google стадии что-то не очень. Честно говоря. Мне кажется... Знаете, мне кажется, просто сейчас Довольно много народу ломанулось в это играть. Поэтому такая фигня. Кстати, а ничего, что написано, что у меня 12-й ход. Хотя я явно хода 3 только сделал. Типа игра начинается только с 10-го хода. Похоже. Немножко отлагало. В общем, подождал я еще 2 часа. Опять запустил. Знаете, у меня есть мнение. Смотрите, видите, сейвы написаны как будто Это 7 вечера было. Хотя на самом деле я их запускал утром для себя. То есть такое ощущение, что это запускается из Европы. И поэтому у меня такое странное качество. Видимо, для вас... Я не знаю. Опять же, я не уверен, что в России стадия доступна. Я опять без понятия. Ну, попробуйте, напишите мне в комментариях. Просто по-другому сейчас в Humankind реально не поиграть. Поэтому продолжаю смотреть. Ну, здесь вот говорится о том, что распространяется божественность по империи. То есть, грубо говоря, религия появляется. И вот мы выбираем наш дальнейший путь. То есть, гнобить тех, кто на религию обращает внимание. Кто сказал, что мы должны... Кто говорит, как боги могут разговаривать с нами? Мы должны быть открыты ко всем знамениям. Мы получаем 10 стабильности на 10 ходов. Отрицать. Божественность вне официальных санкционированных смыслов должна быть запрещена. Плюс 25% к вере на 10 ходов. Он, в общем, какая-то вера капает у нас. Практическая стабильность под контролем. Еще нету цивиков. И посмотреть на религию тоже пока никак нет. Я только вижу, культура и деньги накапливаются. Ну, раз у нас нету никакой веры в ход, то, очевидно, нам и 25% не к чему получать. Ну и причина. Мы должны использовать логику и экспериментировать, чтобы понять истинные методы божественности. Получим плюс 5 к науке. Ну, стабильность вроде нормально. 25% веры некуда, я так понимаю, добавят. Поэтому давайте науку лучше. Добавим и быстрее календарь откроем. Так, что нам? Это, я так понимаю, проект какой-то. Это даже... Мы просто получим плюс 5 еды через 6 ходов. Нафиг надо. Так. А вот это у нас районы. А вот это у нас уникальный район. Давайте, может, уникальный район построим. Вот игра мне рекомендует здесь и здесь строить. Такое, что подсвеченные более выгодные. Так, а что он вообще дает уникальный район нумибийский? Плюс 2 веры, плюс 3 деньги за каждый соседний торговый район. И плюс торговый слот. Ну, то есть я смогу вместо 2 номера торговцев сюда 3 сажать. Это пока не особо интересно. А плюс 9 производства. Это что означает? А, это добавится по соседним клеткам. Да, да, да. Вспомнил. Как работает... То есть сейчас вообще вот это добавлено, да? А почему 9? 2, по идее 5 должно. Почему 9? Вот тут 9 я еще хотя бы пойму, что 5, 7, 8. Все равно. Хм. Вот нету объяснений, как вот плюс 9 производства тут добавится. Потому что это... Ну, вот эти клетки, они уже как бы тут работают, по идее. Хотя, если все сложить вместе, то получится... 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ну, дофига. Ладно, я хочу сюда поставить. Это я уберу. Так, как нам... Так, уберем пока эти пирамиды строим. Календарь открыли. Ну, я, наверное... Сейчас сначала обработаю ресурсы. Давайте еще глянем, что дальше будем открывать. Давайте лошадей откроем. Так, а ресурсы... Блин, 6 ходов. Может, я отключал оттуда пирамиды, чтобы быстрее это все строилось. Два производства, 8 денег. Один производства, 8 денег. Ну, давайте... Я вот... В Endless Legend, если ставишь район на ресурс роскоши, то он добавлялся. Но я сначала пирамиды хочу. Так, подождите, а что тут нету? А где тут руинки были? Я помню, что я их тут видел. Или я их уже собрал. Ладно, тогда туда дальше пойду. А вот можно разграбить этот санктуарий. Но чуть позже давайте я пока по руинкам погуляю. Вот закончу. Ну, надо исследовать соседние области, чтобы понять, что нам дальше колонизировать. Мне вот это нравится, тем более тут ресурс какой-то имеется. Давайте, может, лучше... Ладно, давайте так будем исследовать области. Да, ну, конечно, качество картинки реально 720, это точно не 1080. Не знаю. Так, это я там науку явно получил из найденного интересного места. Поэтому открыли лошадей. Где у нас лошади? Что-то я лошадей пока не вижу. А это что? Ага, это благовоние. Папирус. Так, у меня надо найти, где лошади, на самом деле. Это важный... Медь важны стратегические ресурсы лошади тоже. Так, дальше пойдем. Да, наверное, карпинтеры, это деревообработка, слесарничество, столярничество. Сколько набрано славы. Сейчас, когда я смогу политики? Блин, за один ход открываю этот. Значит... Пока не очень понятно. Вот где мне капает наука, например, мне не показывает. Вообще... F... Клавиши F1, F2, F4 нифига не работает. Так. Увеличилось население. Увеличились очки эры. Подождите, а где я там не глянусь? Вот оно. Да, мы же переходим в следующую эпоху, когда наберем определенное количество очков эпохи. Интересно, какой там следующую эры. Нам явно не дадут выбирать. Тут даже какая-то подготовленная будет. Уже. Так, за нумидийцев мы играем. Ладно. Дискать, вот это запрещали показывать на стримах. Но, видимо, еще до сих пор не оформлено особо. Это... К чему стремиться? То есть, сколько вы будете получать очков эпохи? Ну, кстати, похоже на то, что в Циве шестой 150 очков эпохи, например, распространив вашу культуру на весь континент. Или 150 очков культуры, картографировав каждый континент. 150 за каждый континент будет даваться. Что-то я не вижу пока разницы в континентах. Так, одно очко аграрную звезду получил за то, что шесть населения. Следующая звезда, две звезды будут, когда будет 12 населения, я так понимаю. Окей. Так, смотрим, что у нас в керме, на что два хода шесть, рост пять ходов. Перенесем. А, не могу. Видите, тут два из двух. Для чего надо строить. Хорошо, а если... Так, пять ходов, два из двух. Один ход. Давайте вот мы побыстрее пирамиды, а так все равно пять ходов рост. Что давайте на производство перебросим. И вообще должен мочь запускать... Вот, пишет, что слава это ключевой ресурс в хьюманкайн. После 300 ходов цивилизацию, которая будет больше всего славы, побеждает в игре. Ну, честно говоря, если тут 300 ходов... Ну, это, наверное, самое долгое, но в прошлых играх амплитюдов, там Endless Legend, Endless Space, уже 150 ходов это была очень долгая партия. Посмотрим, конечно, как тут. Так, а где вот эта способность аграриев? Мерчант, тут ничего невозможно запустить. Тут только за торговлю ресурсами. А вот в городах, когда мы за Вилон играли, можно было запустить способность, которая давала намного больше науки на 5 ходов. Ладно, видимо, не здесь. Да, картинка плоха. Сейчас вот в стадии картинка плоха. Я еще раз это повторяю, чтобы... Я просто повторяю, знаете, если кто-то включит в центре и скажет, что вот, какую хреновую графику сделали, это из-за этого стримингового сервиса. Я вам показывал вначале, что у меня скорость соответствует их требованиям, то есть это сама стадия. Конечно, это бесплатно сейчас все. Может, если я куплю про... Ну, там про для 4К, с другой стороны. Так, вот у нас лошади. У меня надо поближе какой-то район найти. Это даже не соседний район. Ну, как... Я, конечно, до сих пор не могу разделить... Ладно, тут уже похоже, но с другой стороны. Тут уже нету очков перемещения. Ладно, следующим ходом попробую. Так. И следующее давайте... Давайте самые дешевые техи пока открывать. Так, тут один ход. Немножко погожу со строительством, с добавлением фарфора. Я бы построил... Хлеб для животных дает одну еду от каждого квартала фермерского и все. То есть это надо с кварталами фермерскими строить. Амбар дает две еды от каждого фермера и дополнительный слот. Вот это я бы построил. Следующую в очередь. Подождите, а... На производство тут ничего у нас не появилось, да? Я так понимаю, что вот это проект. То есть вы просто через сколько-то ходов получаете плюс пять еды. Мне кажется, это маловато. Но это уникальный юнит, который мне пока тоже, по-моему, не нужен. По-моему скромному мнению. Так. О, кто там сверху ходит. О, независимые люди. Это независимые люди. Это племена или сообщества, которые живут вне крупных цивилизаций. Это миролюбивая армия. Она вас атаковать не будет. А если будет такой вот значок, Violent Armist, то они будут атаковать. Так. Еще одна попытка разделить скаутов. Наконец-то получилось. Так. Пойдем дальше исследовать. Еще руинка. А вот, кстати, враждебные, видите? Какие-то варвары прям. Что мне тут дали? Что, попробуем с этими варварами тогда повоевать? Разграбить, не знаю. Так, я так понимаю, что нам нужно определенное количество ходов. Да, два хода будут грабиться. Разграбляться. Десять монет. Продолжаем вокруг столицы исследовать территорию. А вот медведь. Между прочим, нападет, скорее всего, своим ходом. Потому что, видите, он неверолюбиво настроен. Интересно, что шапка означает сверху. Может, и последующим ходом появится юнит какой-то. Там. Вот лошади. Вот лошади рядом с городом. Значит, вот эту территорию надо... Так, воинов можно строить. Палисады. Еще какие-то получил прокачки для культуры. Ну-ка, за счет чего? Это уже было. А что оно меняется? Кстати, оно в разных местах появляется теперь. Семь технологий. А четыре технологии открыл, получил звезду. Шесть юнитов уничтожить. Две территории контролировать. Угу. Так. Медведь, я так смотрю, не напал все-таки. Можем... Или... А, нет, идет битва. Идет битва. Ну, давайте подтвердим. Тем более, у меня тут два юнита, по идее, должны... Блин, а он сильнее почему-то нарисован. Нет, автоматическую не будем ставить. Странно, тут 15 на 11. А, это другая битва. Это еще одна битва. Давайте сюда подвину. А, у меня только один тут. А он уже раненый, кстати. Что-то, что-то слишком сильно скауты на медведя срабатывают. Так, тут медведя завалили. Тут тоже битва идет. Ну, тут, очевидно, надо отступить. Потому что тут два юнита. Не смогли разграбить. Ну, вот с этими варварами стоило бы разобраться, конечно. Еще 10 монет. То есть, все, что происходит на ходу, видите, вот здесь собирается. Еще раз повторю, вот эти подлагивания и искажения картинки происходят из-за того, что я играю с Google Стадии, а не с компьютера. То есть, пока вы сейчас в Humankind можете поиграть только на Google Стадии. Но бесплатно. Так, затопленные земли. Река в нашей столице Кермы выходит из берегов. Затапливает близлежащие кварталы. Что нам делать? То есть, мы можем решить эту проблему. Ну, положиться на его величество случаев. То есть, тут все, что угодно. Адаптироваться. Заплатим 60 монет, но избежим плохих последствий. Либо вообще защитить. Ну, давайте, давайте на волю случая положимся. Посмотрим, что будет. Просто интересно. Так, это миролюбивый олень. Это миролюбивое какое-то племя. Интересно, у них есть название или они так тоже? Ног. Ног сконцентрированы на их... Включая, они крепают художники. Делают скульптуры из старокодов. То есть, наверное, какую-то культуру. Может, типа городов-государств что-то будет такое. Так, что нам дальше открыть? Всадников. Давайте каменную кладку. На производство можно будет построить. Сейчас мы встретим... О, только хотел сказать, когда мы встретим другие цивилизации, вот вам границы. Правда, пока непонятно, чьи. Да, кстати, надо бы уже аванпост строить. Но я вот тут хочу. В этом районе... А, подождите. Так это не район рядом. Блин, у меня даже ни в одном соседнем районе нету лошадей, получается. Еще вот сверху не посмотрел. И вот тут еще не все клетки видны. Да, не похоже, что тут есть лошади. К сожалению. Ну, кстати, управляется как будто со своего компьютера. Вот я, например, лага в управлении вообще не чувствую. Кроме картинки такой размытой, как будто я на 720 играю. А видео, кстати, будет выложено, наверное, 1080p 60fps. Не знаю, как это чувствуется вам тут 60fps. Мне кажется, не 60fps это... Так, давайте я хочу встретиться. Кто это тут у нас? Или мне сначала город надо найти обязательно? Ну, в Endless Legend было, что надо город обязательно найти. Так, опять и науки получил. Ну, вот я вижу тут поля. Или куда-то вот сюда надо идти. Или сюда дальше пойду. Тут уже какие-то эти хижины. Наверное, сюда пойду лучше. Ну, блин, тут какой-то два медведя злых. Что сплошные? Ну, мне как бы игра говорит, строй тут аванпост уже. Ну, не знаю. Я пока поисследую еще. Так, пирамиды построены. Те самые. И вот куда? Где вера вот накапливается? Смотрите, можно принести в жертву одно население, чтобы получать 20 монет 5 ходов. Начать инквизицию одно население, чтобы стабильность увеличить. Но у нас стабильность 80%. Я думаю, что это выше крыши. И наоборот, потратить деньги, чтобы увеличить стабильность. Мне кажется, этого ничего пока не надо. Амбар достраиваем. Так, кстати, а где эти самые торговые районы? У меня, кажется, этих торговых районов еще нету. Вот их бы я открыл. И можно парочку уникальных юнитов тоже построить. Сорона, почему тут игра началась с 10-го хода? Так, опять кто-то напал. Могу ли я еще раз отступить? Могу. Блин, тут медведи нападают. Такая не гостеприимная среда? Я смотрю, тут вокруг Выглядит вот тут домик. То есть, мне кажется, где-то вот здесь город должен быть. Или сюда лучше идти? Будет ли тут проход? Вопрос. Так, увеличилось население в керме. Открыли каменную кладку. Еще что-то могу с рабочими делать. Ну-ка. Пост лейба. Вот, видите, могу ускорять за счет населения. Так, хорошо. Что у нас? Я хочу, где коммерческие районы? Вот это, что ли? Да. Market Quire. Ну ладно, давайте скаутов-всадников открою. Или, блин, обработку бронзы, чтобы медь уже обработать. Тогда сможем копейщиков строить и кузню строить. А, давайте сначала всадников под... А, и вообще, за фильмами всадников и семей нету лошадей, да. Нету лошадей. Так что обработку бронзы. Так, события. Что произошло? Да, мне повезло. Ничего плохого не произошло. Сэкономил деньги. О, новый цивик. Итак. Значит, у меня сейчас два выбора в цивику, в цивиках. Каждый выбор модифицирует вашу идеологию и влияет на контент, который вы... Ну, как бы, на истории, которую вы будете получать в дальнейшем. И из двух выборов вы можете только один раз выбрать какой-то цивик. Окей. Ну, то есть, у нас сейчас выбор либо права наследования, наверное, это лучше перевести, либо как божественный мандат. Мифы основания. Этот ведет к большей как бы по пути прогресса. Это, кстати, тоже путь прогресса, но меньше. Значит, смотрите, если мы тут берем, то мы получаем 15% науки в наших поселениях и плюс одну культуру за каждую территорию. Так? Нет, не так. Если мы это выбираем, то мы будем получать 5 культуры за каждый центр города. Если мы это выбираем, то 5 веры за каждое священное место. А вот это ползунок сдвигается примерно по вот этой шкале и за счет этого вот, например, по максимуму мы можем получать плюс 20% науки в поселениях если по пути прогресса будем идти, плюс 4 культуры за каждую территорию. В блин, давайте по пути прогресса. Дальше, видите, как деревья развиваются. То есть, видите, это я уже не могу принять, а это уже принято. А тут другое написано. Тут, смотрите, легитимность. но это видимо потом, когда мы накопим очки цивиков, я смогу это принять. Да, в этом, конечно, еще надо разбираться. Так, во-первых, в керме у нас увеличилось население. Надо распределить. Плюс мы тут амбар построили. Деньги не хочу. Не знаю, я хочу, чтобы быстрее... Какое у нас сейчас максимум населения вообще может быть? Десять. То есть, до максимума еще очень далеко. Так, пять ходов. Все равно пять ходов. Странно. А, тут я не могу больше ставить. Ну ладно, тогда действительно давайте на деньги. Ну, что, две штуки переносится. А, так не растет город. Пять ходов. Ну ладно, пускай растет. Так, я, по-моему, еще какие-то очки эпохи получил? Нет? Нет. Что-то тут животные окружают. еще деньги. мне, конечно, надо бы уже территории какие-то заселять. Начинать. Ну, вообще, выглядит, судя по ресурсам, вот это очень неплохая. Тут у нас обсидиан, кто-то фиг знает, что он будет давать. Так-то, два производства и пять стабильности за каждой обсидиан. там еще сверху хочу писать. я все хочу цивилизацию какую-нибудь встретить. как раз, Здравствуйте, нюбийцы. Теперь, есть какая-то хорошая счастья. Один, который может быть более интересен в коммерции, чем конфликт. Распортно и опасно, хиттицы. Говорит, хеты опасная цивилизация, которые могут приехать в своих колесницах Как раз вот, блин, когда вы меньше всего этого ожидаете А вот дипломатию нам, кстати, не показывали Ну-ка, так, ресурсами никакими торговать я не могу Какой-то дипломатический бэдж Слушайте, тут, походу, когда они предают других, тут будет появляться, что они предатели, знаете, прям реально Так, дипломатическая панель позволяет Чем вы можете это отсутствовать, но тут дипломатия выглядит очень-очень мощно Так, открыть столицы обе империи позволяют послов Это открывается столица Открыть границы и торговать рису хорошо Но я на это ничего не могу нажать, я так понимаю Так, теперь вы можете... Значит, где-то еще только одна цивилизация будет, знаете, в этой демке всего три цивилизации вместе с нами Мораль какая-то, как знает Предложить альянс Внезапная война Как-то снизит нашу мораль, кстати Есть несколько различных идеологических различий, но в принципе В принципе мы похожи, я так понимаю Какие-то кризисы могут быть Какие четыре архетипа искусственного интеллекта Не знаю, но по идее они как-то... Я только я это могу выбирать Или он какой может быть вообще в принципе Ну ладно, уже непонятно, что я могу сделать Но хетов мы встретили Ага, это нападение на город Это я не хочу делать Пойдем дальше исследовать карту Так, это у нас воин Тут я хочу дождаться А, нет, не хочу дождаться Я хочу сверху еще исследовать Какой-то... Какая-то другая цивилизация тоже выполнила какие-то задачи Интересно, нельзя посмотреть Сколько уже очков эпохи у хетов Вроде как нет Так, опять тут на меня медведи нападают Тут медведи Короче, что-то на меня медведи преследуют Смотрите, пробежали сквозь рынку Но не собрали ее Да, блин Ну... Прямой... Ну, конечно, выглядит как что мы побеждаем их вообще-то Большие, почему-то наполовину ранены каждый раз Убился медведь сам от меня Пойду вон... Логово медведей Вы можете посмотреть Итог боя всегда нажать Либо просто закрыть эту... Менюшку Нет, ну... Все очень удобно Если не считать Как бы самой картинки из-за Google Study То... Конечно, все... Очень круто Еще что-то открыто Интересно, а это можно смотреть? Вот эти цивилизации О, а вот, кстати, уже набираются очки политиков Цивиков А за счет чего, интересно? А за счет стабильности Кстати, не за счет культуры А за счет стабильности набираются Да, это прикольно Так, вот тут я хотел посмотреть Ну, тут не пишется Или это то, что осталось? Вот One by Empire One Хеты Что-то выиграли хеты Ну, вот тут Нашел Гунунг Мулу Хеты нашли Это чудо природы Винни Кунка Тоже они первыми нашли Это тоже чудо природы Получили очки А вот это Что они за счет... За что они получили? За Священное место Еще такой пробел, наверное Бак небольшой Еще Цивик Ну, тут как-то без выбора, я смотрю А нет, с выбором Так, независимые люди Как мы должны использовать Других людей Наемные армии Либо ассимилировать их Это какой-то новая механика Ассимиляции То есть мы можем нанимать Либо на 20% дешевле наема армии Мне кажется, это Для Торговой цивилизации Какими являются Нубы Нубы Нубия Прикольно Так Так, это Путь Интернационализма Я так понимаю А это Ближе К Патриотизму Это Ближе Это больше Стабильность А интернационализм Больше Еда Ну я не знаю Давайте попробуем Нанимать А, у меня Стоп Понятно То есть это не принято Все, я понял Вот это мы как раз приняли Вот здесь А вот это Что мы можем принять Когда у нас будет Одно очко То есть Либо в легитимности Мы выбираем Свод законов Либо Customary laws Это Какие-то Случайные Неслучайные Наборы законов Это кодифицированные А это Некодифицированные Видимо так И наемная армия Либо ассимиляция Только когда А хорошо А за счет чего Вот это открывается Вообще Это ж не наука Какая-то Откуда мы Вот это открыли Просто Со временем Что ли С каждым ходом Открывается Не понимаю Тут надо Надо разобраться С этим Так Соберем У нас тут Наука Капнула Какие-то Какие-то Уже Не очень Дружелюбные Люди Ну Видимо Отступить Надо Блин Давайте мы Наверное Здесь Ну Не поселение А Аванпост Поставим Хотя бы Не пройти Не пройти Немножко туговато Карта двигается Я не знаю Конечно Может в настройках Можно Скорость перемещения Карты Поменять Но Карта Медленновата Далей Тут вообще Как бы Настройок Очень мало Честно говоря Ну Давайте Ускорим Бой Единственное Что Во все остальное Нету Как Карту Быстрее Двигать И Давайте На этом Я наверное Закончу Видео Хочу Ваши впечатления Почитать В комментариях Надо ли вам Продолжать Потому что Лично Меня не очень Картинка Устраивает Вот как Визуально Но Может вам Нормально Смотреть Так что Еще раз Напоминаю Что в Google Стадии Сейчас Вот в Humankind То же самое Что я играю Любой из вас Может Поиграть Вообще Ничего Платить Не надо И это только Единственный Вопрос Доступность Google Стадии Для вас И все Спасибо Что смотрели Играйте В умные Играйте И Жду Ваших Впечатлений Надо ли Мне это Продолжать Слушайте А что это Почему тут Пирамида У меня В виде А это Бой у меня Тут происходит Точно так Давайте Я наверное Тогда Его проведу Быстро Медведя Очередного Завалю Надоели Медведя Эти Сейчас Убился От меня Честно Есть Инстом Задачи Так Мне надо Наверное Идти Видите Зона контроля Даша Сюда Остановлюсь И Дальше Пройти Не смог Тем более Что Реки Так Пойдем Если Ну вот Я следующим Буду А в чем Они Кстати Лучше 18 Сила 4 Перемещения Дальность 3 Эти мощи Давайте Давайте Их Может Несколько Сделаем Сколько У меня Денег 194 Давайте Может Мы Вот Сейчас Уже Закончим Вот это Видите Увеличиваться Начинает Стабильность Причем Она Не сразу Как бы За счет Того Что У нас Ресурс Роскоши Появился 112 Ну Давайте Подождем Три Хода Строится Я буду Ускорять Их Потихоньку Надо Построить Какую Нибудь Армию Этих Лучников Действительно Чтобы Использовать Сейчас Исследуем Тут Так Пять Денежков Появилось Так Я вот Это Хотел Грабить Ну Надо Выбрать Еще Главное Ну То есть Исчезнет Санктуарий Зато Медведи Перестанут Появляться Ну Вот На этом Точно Я Блин Еще Нет Вот Тут Медвежье Логово Тоже 22 монеты Кстати Через Вход Даст А там Я не Посмотрел Сколько Даст На этом Точно Все Жду Ваших Впечатлений Всем Пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со Своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока